В марте 1818 года по велению императора Александра I началась подготовка проекта первой русской конституции к государственной уставной грамоте Российской империи. Если бы проект удался, то еще тогда Россия совершила крутой поворот в истории и стала бы конституционной монархией. Однако этого не произошло. После войны с Наполеоном и возвращения из Европы русских войск вся страна жила в ожидании перемен. Крестьяне ждали отмены крепостного права. Некоторые дворяне задумывались о реформах и конституции, так, как в некоторых странах, что они повидали. Дошло даже до создания тайных обществ вольнодумцев, о которых император, кстати, знал очень хорошо. Да он и сам задумывался о переменах. По решению Венского конгресса Россия получила царство польское. И в 1815 году именно в Польше Александр I дал ход первому правиту конституции. Она получила название «Хартий царства польского». Впервые в истории России часть империи получала свободу вероисповедания, перемещения, равенства перед судом, представительства всеми, то есть парламенте. Государь на этом не остановился. Он велел князю Новосильцеву создать подобный проект и для остальной империи. В создании документа участвовали французский юрист Пешар де Шан и князь Петр Вяземский. Итак, уставная грамота предусматривала создание двухпалатного парламента. Причем Верховный Государственный суд выделялся из Сената, а исполнительная власть оставалась в руках монарха. Что-то вроде федеративного деления страны являли собой десять наместничеств. Они в свою очередь делились на губернии, а те на уезды. Такое деление предполагало более тщательный контроль и легкое осуществление проверок. Разработчики грамоты впервые в истории России предполагали сгребить ряд прав человека и бы разгласить свободу печати. Никто не мог быть арестован без предъявления обвинения, никто не мог быть наказан иначе, как по суду. Крепостные крестьяне не упоминались, то есть конституционные нормы на них не распространялись. Но по факту одновременно с уставной грамотой разрабатывался и первый в истории России секретный проект отмены крепостного права. Его предложили могущественный Аракчеев и министр финансов Гурьев. Уставная грамота – уникальный документ для России XIX века. Однако среди современных историков у нее немало критиков. Историк Мироненко – грамота не расширяла прав третьего сословия, не выдерживала до конца принципа разделения властей, не устанавливала принципа ответственности исполнительной власти. Однако документ прописывал принцип независимости суда и введения ответственности министров перед законом. Перед законом, даже не перед лицом императора. По словам того же Мироненко, уставная грамота – образец попытки соединить самодержавие с конституционной системой. А Медушевский утверждает, что уставную грамоту нельзя рассматривать в качестве реализации идеи введения конституционной монархии и следует интерпретировать этот законодательный акт как очень несовершенный памятник мнимого конституционализма – французского или германского образца. Несмотря на то, что проект уставной грамоты не был внедрен, в нем были систематизированы те фрагменты русского законодательства, которые требовали реформирования и могли вывести законодательство на новый, более прогрессивный уровень. Впоследствии этот документ довольно часто привлекал к себе внимание и известно, что ряд положений уставной грамоты нашел свое отражение в конституции Муравьева.